Об изменении климата, дискриминации, преступлениях на сексуальной почве и социальном неравенстве говорил сегодня в столице США Папа Римский Франциск. Понтифик выступил на знаменитой лужайке Белого дома, куда были приглашены более 10 тысяч человек. Специально для американской аудитории глава Римской католической церкви даже учила английский язык, а его речь в прямом эфире транслировали ведущие телеканалы США. В общем, к первому визиту Папы Римского в Америку приковано особое внимание. За передвижениями Понтифика сегодня следил мой коллега Евгений Маслов. График пребывания Папы Римского в США расписан поминутно, но Понтифику удавалось сегодня поспевать везде. Утром ему устроили торжественный прием на лужайке перед резиденцией американского президента. Франциско Барак Обама встречал супруга Мишель, вице-президентом Джо Байденом и госсекретарем Джоном Керри. За церемонией наблюдали по меньшей мере 10 тысяч человек и миллионы телезрителей в прямом эфире. Своей приветственной речи Барак Обама дал понять, что новаторским подходом ко многим вопросам Папа Римский служит вдохновением для многих, в том числе и для него. Вы напоминаете нам о том, что главное послание Господа – это милосердие. Это значит встретить незнакомца с состраданием и по-настоящему открытым сердцем. Всех, начиная с беженца, покинувшего охваченной войной земли, и до мигранта, оставившего дом в поисках лучшей жизни. Американский президент также поблагодарил главу Римской католической церкви за поддержку нормализации американо-кубинских отношений. Как известно, понтифик по своим каналам способствовал наведению мостов между Гаваной и Вашингтоном. Белый Дум и Ватикан разделяют взгляды по целому ряду вопросов, таким как борьба с бедностью, помощь беженцам и предотвращение военных конфликтов. Пресс-служба американского президента опубликовала по этому поводу специальное заявление под названием «Разделяя общие ценности, сделаем мир лучше». Папа Римский, в свою очередь, призвал Соединенные Штаты продолжать стремиться к созданию справедливого общества. Он также обратил свое внимание на проблему изменения климата и глобального потепления, что, признаться, многие от него и ожидали. Франциск свою речь произносил на английском языке. Он специально подучил его к своему визиту в Соединенные Штаты. «Американские католики привержены формированию общества, которое по-настоящему толерантно, которое принимает всех и которое охраняет права личности и сообществ, отрицая любые формы несправедливой дискриминации». Папа Римский и американский президент общались после церемонии «Тет-а-тет» в овальном кабинете на протяжении 40 минут. Детали их встречи не разглашаются, но пресс-служба американского президента заверила прессу, что о политике речь не шла. «Главная цель встречи Папы Римского с президентом была, конечно же, не обсуждение политических вопросов. Но, судя по тому, насколько страстно понтифик говорил о проблемах изменения климата, я могу предположить, что речь шла главным образом именно об этом, и он говорил об этом искренне, от всего сердца». В Вашингтоне Папа Франциск остановился в местном представительстве Ватикана. К его прибытию были приняты повышенные меры безопасности, перекрыты целые городские кварталы. Местная пресса шутила сегодня, что один день визита Папы Римского равен трем дням сильного снегопада или двум дням президентской инаугурации. Но, тем не менее, встречали понтифика радушно. За парадом по центру города наблюдал, похоже, весь Вашингтон. Сотни тысяч человек пришли приветствовать Франциска во время проезда Папа Мобиля по национальной аллее в американской столице. Понтифик сегодня также в Вашингтоне встречался с епископами католической церкви США. После службы, во время выступления, он смело затронул тему секс-скандала внутри Ватикана и говорил о неприемлемости подобного в католической церкви. Сегодня же во второй полнедня он провел свою первую в Соединенных Штатах мессу, на которой присутствовали более 35 тысяч прихожан. Ее транслировали в прямом эфире. Приезд Папы Римского в Америке на несколько дней явно затмил все остальные новостные темы. Завтра Папа Римский будет выступать на Капитолийском холме. Ожидается, что он коснется целого ряда политических тем, против чего выступает немало республиканцев в Конгрессе, считая, что Франциск не должен отходить от вопросов духовных и увлекаться политикой. Но, тем не менее, то, что скажет понтифик на Капитолийском холме, будет иметь значение для всего католического мира. И это одна из главных интриг его визита в США. Евгений Маслов, Лев Чеснов, телекомпания РТВА, Нью-Йорк.